Всем привет дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, что я получила в своей дизайнерской посылочке от производителя LuxArt. С 1 марта я в дизайн команде этого производителя, и поэтому мне пришла вот такая вот посылочка с материалами, с которыми буду работать на протяжении полугода. Итак, открываем волшебный ларчик и рассматриваем, что я там получила. Самый первый предмет для декораторов это грунтик. Я получила два грунта. Грунт черный и грунт белый. Обязательно нужно использовать эти два грунта. Грунт белый и грунт черный. Отставляю. Что еще тут у меня есть? Так, лак финишный. Еще один момент, который нужен обязательно, должен присутствовать у каждого декоратора, это лаки. Лаки финишные, лак один финишный и еще один должен быть лак финишный. Тоже то, что нужно для дизайнера. Три таких, четыре таких шикарных баночки. Это гели, люкс гели. Черный гель, белый гель, прозрачный гель и золотой гель. Очень интересная серия. У меня ее было несколько уже, этих красочек. Это красочки роял голд. Золото красное, золото червоное. Вот, буду в этот раз работать вот с таким золотом. Еще два интересных у меня должно быть топперы. Топпер, белый пигмент и где-то должен быть еще пигментик черный. Где-то спрятался. С этим я буду работать с эпоксидной смолой. Я покажу, как работать с пигментами и топперами, наполнителями с эпоксидной смолой. Это я уже запланировала. Так, идем дальше. Воск. Воск золотой на водной основе. Восковая патина, цветная восковая патина. Золотой. У меня есть уже серебряный и зеленый. И вот будет еще золотой. Так, смотрим дальше. Клей для кожи. Будем работать с кожей. И пригодится этот клей для кожи обязательно. Будем с кожей работать. Парочка такая. Это клей-скотч. И шилачный лак. Это будет у меня для золочения. Это пара для золочения. Попробуем обязательно что-нибудь позолотить. Так, что еще осталось? Ага, остался у меня битумная и восковая патина. Битум. Так, попробуем ее сейчас понюхаем. Да, это битум. И очень хорошая вещь для шебешичных работ. Отлично. Так, что еще остался? Клей-декупажный. Обязательно. Как же без декупажного клея? Обязательно декупажный клей. Потому что декупаж будет присутствовать практически во всех работах. И серия матовых красок. Краска с матовым покрытием. Краска пастельная. Краска пастельная с матовым покрытием. Слоновая кость. Телесный матовый. Вот такой вот зелененький красивый. Вставляем в стороночку. Еще красочка у меня. Еще одна пастельная красочка. Охра пастельная. Умбра пастельная. Бледно-голубой пастельный. весна близится поэтому рассматриваем пастельные оттенки темно-зеленый матовые серии матовых красочек и убра по моему да нет коричневый матовый тоже хорошая красивая красочка ну и на закусочку самая вкусная самое интересное это серия металлизированных красок люкс гель люкс люкс арт люмет серия металлизированный красочек люкс арт люмет и смотрим вот такие вот красочки у меня в этой посылочки 4 краски это красивая очень серебряные белая полусладкая серебряная такая красочка еще одна красивая гнитавриды бронза красивая очень и красочка осенняя евпатория посмотрите какой насыщенный золотой оттенок и еще одна красочка это солнце алушты вот 4 красочки у меня серии люмет это новая линейка спиртовых красок это краски на спиртовой основе новости металлизм новое слово золочение имитации металлических покрытий обязательно эти красочки попробуем и что-нибудь с ними интересное сотворим ну вот примерно и вот такой вот у меня списочек открыли материалов такой материалов и сейчас будем делать выкраску и будем пробовать эти материалы начинаю тестирование материала с грунтов грунт белый грунт черный объем достаточно большой 200 миллилитров грунтую две плиточки из фанеры консистенция грунта густая приятная наносится хорошо оставляю сохнуть и надо посмотреть как будет ошкуриваться ту же самую процедуру проделываю с черным грунтом и очень много пользуюсь черными грунтами особенно в технике золочения они просто необходимы выкрасы высохли и можно ошкуривать мелкозернистой наждачной бумагой ошкуривается хорошо мелой немного поверхность получается гладкая и наношу второй слой грунта так как нужно понимать укрывистость пигмента и у меня есть еще один образец объемным элементом его я тоже покрою черным грунтом грунт ложится хорошо очень хорошо впитывается в поверхность и объемные элементы самоотвердевающие глины очень хорошо прокрашивается черным грунтом матовые краски в моей посылке их много и все пастельных оттенков буду тестировать их на фанерной заготовке заготовочку загрунтовала белым и черным грунтом и оставила чистую незагрунтованную поверхность для дальнейшей работы мне нужно понимать степень укрывистости и оттенок этих красок начиная самой популярной краски это слоновая кость бежевый пастельный оттенок это всегда очень востребованная краска наношу ее кистью на подготовленный образец второй образец зеленая окись хрома пастельный очень красивый цвет наносится легко приятной консистенции на белом фоне укрывается с первого раза на темном в зависимости от идеи полное покрытие будет наверное с двух раз следующий образец телесный очень сложный оттенок его всегда очень сложно подобрать и намешать но при необходимости он хорошо коллируется в более темный оттенок укрывистость этой краски лучше чем у двух предыдущих образцов следующие три образца пастельные палитры это голубой пастельные охра пастельные и умбра пастельные очень красивые укрывистые краски особенно умбра хорошо укрывает с первого раза даже на темном фоне темные матовые оттенки это самые востребованные коричневый матовые темно-зеленый матовые не очень понравился оттенок темно-зеленый матовые очень интересная растяжка у этого цвета получается можно использовать при имитации малахита такой цвет большая редкость его очень сложно смешать самостоятельно и последний цвет в этой выкраске темно-коричневый матовые так же как и слоновая кость это один из самых востребованных оттенков отлично ложится на любую поверхность на загрунтованную и не загрунтованную вот с таким набором красок не предстоит работать ближайшие полгода сразу скажу что мне очень понравились выкрасы этих красок покрытие очень бархатистая приятная даже не хочется покрывать его лаком и две красочки из пастельной палитры я попробую нам других поверхностях слоновой костью покрашу плиточку с трафаретным рисунком а умбру просто покрашу плиточку без грунта эти плитки пригодятся мне для дальнейших выкрасов и еще два материала я не могла обойти своим вниманием тем более что плиточки для них я уже подготовила это воск золотой патинирующий и битумный воск золотой воск наношу на темную плиточку с объемом мягкая консистенция воска наносится пальцем и хорошо распределяется по поверхности немаловажно что материал на водной основе и то есть при необходимости до полного высыхания можно протереть влажной салфеткой совсем другой эффект битумного воска битумный воск отлично выделяет объем именно на светлых поверхностях и дают ни с чем не сравниваемый цвет коричневый при патинировании и при состаривании моделирующие гели в этой посылке у меня четыре геля белый черный прозрачный золотой моделирующий гель очень хорошо использовать его для приклеивания различных элементов и создания объема золотой гель гель наношу через трафарет на уже загрунтованную темную плиточку наносится мягко легко распределяется по трафарету получается очень красивый объем цвет при высыхании остается очень ярким глянцевым и красивым белый гель его тоже через трафарет на плиточку окрашенную умброй пастельной отличный красивый цвет глянцевая поверхность и очень мягкой приятной консистенции практически все гели я наношу через трафарет но потому что я думаю что я буду так чаще их использовать поэтому черный гель наношу на черную плиточку сочетание глянцевого на матовом слое грунта очень красивое сочетание гели от люкс арта супер средства для создания различного объема и рельефа и фактуры мне очень понравился эффект от этих гелей буду использовать обязательно в работах есть уже идеи причем совершенно разные серия люмет серия спиртовых красок это новинка у люкс арта я хочу попробовать эти краски на совершенно различных поверхностях я окрашу металлическую филигрань отливку из двухкомпонентного пластика стекло мягкое кружево и плиточку с объемом и самоотвердевающей глины в этой посылочке у меня четыре оттенка золото и серебра и название очень романтичные огни тавриды осенняя евпатория белая полусладка и солнце алушки обязательно нужно перемешать перед переменением и кисти обязательно отмывать в растворителе и 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 по итогу хочу сказать что серия люмен сейчас фаворита краска хороша на различных поверхностях и дает большие возможности для различного декора вот небольшая часть моей дизайнерской посылки от люкс арта следите за лентой обновления в инстаграм и подписывайтесь на канал на ютюбе море вдохновение с отличными материалами